Доброе утро, мои зрители! Очередная моя утренняя прогулка. Решила пойти к Дворцу Творчества, близко подойти. Выход на лёд запрещен. Написано, опасно для жизни. У нас стояли морозы, ночь до 15 градусов. По среднему 86 градусов. И озеро опять замёрзло. И дети ещё ходят через озеро. Ну и я пройду. Такая поверхность ледяная. Новенький лёдом взялся. Ну а я на палках. Ещё у нас есть стадион. На стадионе я похожу. Несколько кружочков. Такой у меня план. Ну и конечно же показать, какая у нас обстановочка. Сейчас в минус 5 градусов. Солнце, лёд блестит. А завтра уже начнётся большая озеро. До плюс 6. Дожди, дожди, дожди и конечно в озеро. Внутри перестали. Следы. Получается, обгустая поверхность. Такой совершенно новый лёд образовался. После таяния белья. И как получено, я одолела. Перед нами дворец творчества. Полоплатье. Хочу показать со стороны озера вот что. Вот эти трибуны. Которые уже бездействия 5 лет. А построены они были для зрителей. На этом месте, кроме трибун, были построены дорожки. Установлены, вернее, дорожки. И проходил здесь в 2019 году такое мероприятие, как третий чемпионат мира по ледяному плаванию. Участвовало в этом мероприятии 30 стран. В том числе и завтраки, люди чертогожие. Ну, это было перед пандемией, а после того всё остановилось. Хотя были перспективы большие тут развиваться международному зимнему плаванию. Ну, давайте рассмотрим. Также еда еще по снегу. Тут снег уже. И даже остатки лыжные. Ну, в другой раз этого не увидят, потому что здесь будет вода. Через вам где-то нужно поставить. Здесь будет так тепло. Обещали. Организация этого праздника на высоком уровне. Я сама тут присутствую. Были памятные значки, футболки, концерт. В общем, было здорово. Так и ждали на следующие годы, но всё это не вернулось. Может, когда-нибудь опять по новой откроют. А так пока тут можно посидеть. Прошу сердцать. Вот эти вот деревянные лестницы. А тут уже просто стоячие места. Хотела вам сегодня это, что свои прогулки показать. Сейчас можете забраться, посмотреть с высоты. Тут хорошее было пассивное, всё было лето. После того, как спортсмены переплывали, тут стояла банька. Они грелись. Чай самовар. Ну вот. Я думаю, это интересный факт. Поделала зарядочку на этих трибунах. Очень позитивно. Солнце светит. Прекрасно. Покажу, что тут в отличностях. Не раз показывала, но каждый раз всё по-нормому. Вот это обязательно надо показать. Такой весёленький рисунок. Мурал. Всё про Мурманск. А больше всего мне понравились вот эти морячки с бубликом. Такая-такая от них веет радость, позитив. Можно рассматривать. Один с бубликом, другой цветочек несёт своей возлюбленной. И семья гуляет по просторам берега, у моря. Ну и там всё такое. Кораблики, новишки, солнышко. Здорово. Здесь ещё что-то нарисовано. Тут просто на Лапландии написано. Ещё пока в снегу. Небо такое сегодня. С маленькими красивыми облачками. В общем, позитивное морозное утро. А вот этот красавец творит сворчество для детей. Лапландия. Вот он во всей красе. Издалека постоянно показывает. Вот вблизи. Похож на корабль. Это очень красивое здание. Просто украшение города. Было построено в 1985 году. Строилось оно с большим трудом. Очень медленно. Семь лет шла стройка. И завершили её, повторюсь, в 1985 году. И то после того, как эту стройку объявили ударной. Сюда были направлены бригады комсомольцев. И всё быстренько соорудили. Это получается, он стоит как посреди озера корабль. Потому что с этой стороны озеро и стоит. Но как бы там на таком полуострове находится. Тоже тут на палках, как и я. Очень удобно тут прилагать маршруты. Там, видно, группа занимается. И так далее. И так далее. здесь наш честный проходила в этой части быстрее высветает небольшой сектор воды и быстрее все происходит дошла до стадиончика здесь пройду несколько кружочков и можно сестра совестью идти домой потому что тоже спортсмены занимаются подбросили кое-что нашел все-таки своих хозяев такого предыстория кота путешественника прошел более двух тысяч километров и пришел домой мяу кот Семен я с котом Семеном сфотографируюсь все спасибо кто прогулялся со мной до новых встреч